Добрый день нашим зрителям! Мы рады, что вы с нами, потому что мы будем говорить сегодня о важной и, может быть, для кого-то неоднозначной теме. Она называется так «Спасение в лодке или в лодках». Мы будем говорить о том спасении человека. Это лично мое дело или это все-таки касается и общества? Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать. И мы сегодня с вами будем размышлять над этой темой. Я надеюсь, что дискуссия будет плодотворной, интересной, как и обычно бывает. Можно часто услышать такое мнение, что у меня свои отношения с Богом, у меня своя вера. И мне, в принципе, никто не нужен для того, чтобы я мог жить дальше, верить в Иисуса и строить с Ним отношения. И здесь возникает вопрос. У каждого действительно ли своя лодка или эта лодка общая? Как вы считаете, спасение – это сугубо ваше личное дело или все же оно касается и… Ну, в данном случае мы будем говорить о церкви, или оно касается также общества, которое присутствует в церкви? Мне очень нравится моя личная позиция. Я действительно считаю, что каждый ответственен за свои дела, поступки, за свою жизнь, за свое спасение перед Богом. Но мне нравится мысль, что я могу влиять на спасение других людей. Можно один момент? Хотелось бы уточнить, что такое спасение и от чего, собственно, спасение, потому что не особо понятно. Спасибо за этот вопрос. Мы говорим с позиции христианского мировоззрения и понимаем спасение как конечное воссоединение с Богом. То есть то время, когда полностью будет положен конец греху, когда все, что сегодня нас разрушает, будет уничтожено. И мы сможем воссоединиться с Богом, можем быть спасены от этого греха, можем с ним жить вечно. Вот о таком спасении мы говорим сегодня, о том спасении, которого все христиане ждут. Ну, выбор вообще, на самом деле, за каждым свой. То есть каждый человек выбирает, хочет он быть спасенным, не хочет он быть спасенным, идет он к этому или не идет. Но, как я считаю, что церковь и окружающие нас люди могут в этом помогать или могут, наоборот, нас от этого отвлекать. То есть, поэтому это такой неоднозначный действительно вопрос, где мы вроде бы и делаем выбор, но на нас могут влиять факторы, которые нас окружают. Спасибо. Но, с другой стороны, церковь же выдумали не люди, а Бог. И если Он это сделал, Он сделал это для чего-то, правильно? Ну, как бы это же, ну, Он сказал, чтобы мы собирались в какие-то группы, общины, правильно? Значит, это было для чего-то нужно. Поэтому неправильно утверждать, что мы спасаемся только благодаря, ну, как бы, только если мы сами в своей голове там будем верить. Я бы здесь немножко хотел пояснить, прежде чем мы дальше пойдем. Некоторые говорят, что церковь – это зло, потому что там встречаются различные неприятные моменты, которые с Богом как-то очень слабо, или вообще, если можно так сказать, имеют связь. То есть, в церкви происходят такие ужасные вещи, вопиющие вещи, что некоторые люди говорят, церковь – это зло, а Бог, Он, конечно, хороший. Поэтому с Богом я буду строить отношения, церковь мне в таком случае ни к чему. Что в вас вызывает вот это мнение, вот эта позиция? Как вы считаете? У меня есть небольшой встречный вопрос. Соответственно, о каком спасении может быть речь, если разные церкви по-разному представляют себе спасение? То есть, существует же много конфессий в нашем мире, и разные конфессии о спасении души или еще чего-либо похожего на душу считают абсолютно по-разному. То есть, как вообще можно говорить о спасении, если ты не знаешь, какое спасение может быть истинное? Спасибо. Вообще, церковь, она является, любая церковь является организацией, прежде всего. Организация – это как бы сообщество людей, а люди – это существа несовершенные, и они объединяются в сообщества по взглядам. Поэтому и получается, что каждый выбирает себе ту церковь, которая ему кажется более правильной, более ближе его сердцу. Соответственно, люди – это как бы составляющая наших организаций, наших общин, и также люди приносят в церковь все проблемы, все трудности, которые также людей оттуда же и уводят. Потому что это отталкивает часто, и пугает, и не хотят люди там потом оставаться. Спасибо. Есть еще мнение, да? Нет, просто хотела добавить к Юле о том, что, к Юле, ну, точнее, ответу, что, правда, очень часто такое бывает, что в церковь приходят люди, ну, не совсем, ну, как их называют, больные. Вот, не физически, хотя есть те, кто и физически, и душевно, и духовно. Вот, поэтому здесь мы должны смотреть, с какой целью мы приходим в церковь. То есть мы приходим, что, посмотреть на людей, или мы приходим именно действительно вот к этой цели, из-за которой была создана эта церковь, да? То есть в церкви тоже есть ядро, это догмы, правила и мысли, ну, вокруг чего, так скажем, собираются люди. Поэтому либо мы смотрим вот на это ядро, на эту мысль, да, на эту цель, либо мы смотрим на людей, которые туда ходят. Спасибо. Ну, вот Андрей задал вопрос по поводу того, что мы понимаем под спасением, разные конфессии. Но я бы хотел здесь тоже небольшое уточнение внести. Когда мы говорим о христианах, у них все-таки представление о спасении, оно сходится в одной точке, там, где мы желаем воссоединения с Богом. Поэтому, как бы, вот об этом спасении мы говорим. Да, по-разному это воссоединение мыслится, но вот эта точка именно воссоединения с Богом, она присутствует у всех христианских церквей. Ну, и до христиан люди пытались воссоединиться с богами, ну, как, по меньшей мере, об этом мечтали. То есть, и люди хотели и в Вальхалу, и к древним античным богам, и хотели быть их детьми, то есть... Да, и слиться с космосом, и так далее. Да, это как бы тоже входило в их понятие спасения, то есть от этой жизни. Да. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью, эта тема очень широка, поэтому мы все-таки сегодня узко смотрим в христианском разрезе, потому что сложно охватить все это многообразие. Мы будем только перечислять, я думаю, всю передачу, все представления. Можно я немного добавлю к ответу Андрея, немножечко отвечу, может быть, на этот вопрос? Ни один из богов, который вне христианского вероучения, ни один из этих богов не имел связи с людьми, которые к нему обращались. Да, людям казалось, что они имеют связь, но они не получали ответ на реакции от бога, и ни один их бог не хотел их спасения. Ему было важно, что ему принесут, если уж даже он и существует, этот бог. Бог же, которого светят христиане, он именно дающий бог, он именно бог, который благословляет и дает это. Он не берет, он отдает и любит их. То есть ни один из богов так не любил свой народ, как бог, которого святили люди, которые христиане. Ну, я бы немножечко, опять же, вернул нас в колью наших размышлений, потому что мы говорим сегодня о спасении, да, и о том, это мое личное дело, или оно касается и другого человека тоже, да, приходящего в церковь, и вообще роль церкви в этом. Вот, и поэтому, конечно, можем говорить много и о боге, и о его природе, и о идолах можем говорить, но это немножечко не наша тема сегодня. Вот, я бы хотел больше прояснить этот момент, который касается спасения индивидуального или вот такого, который затрагивает и других людей. Я хочу задать такой вопрос. Как вы считаете, почему раньше, к примеру, если вы откроете Ветхий Завет, да даже Новый Завет, вы увидите, что спасение и вообще отношения с богом, они мыслились больше как в сообществе. Больше в сообществе. Но со временем этот взгляд, он получил как бы низкую оценку, и сейчас часто превалирует мнение, что спасение это твое сугубо личное дело. Откуда взялось вот такое мнение, как вы считаете, почему? Потому что священное писание, собственно, писали важные на то время политические деятели. Ну, то есть, допустим, Моисей, как вождь народа, который написал Тору, соответственно, он представлял спасение всего, собственно, народа, которым он владел, то есть, который был в его подчинении. Поэтому, мне кажется, это и было именно так, что было представление больше о спасении всего народа, он говорил о народе. Спасибо. Еще какие мысли по этому поводу есть? Почему сместился акцент? Мне кажется, это просто связано с человеческим восприятием, потому что раньше люди жили все-таки в сообществах и зависели друг от друга очень сильно. Они жили как бы одним разумом в какой-то степени. Сейчас идет единоличное какое-то восприятие. Все стараются проявить свою индивидуальность, показать себя. То есть, сейчас акцент как раз именно в мире идет на личность, а не на общество. И каждая личность должна как-то себя проявить. Поэтому и вера в Бога тоже, мне кажется, стала личной. Спасибо. Да. Я тоже думаю, что это связано с тем, что сейчас идет больше пропаганда того, что мы уникальны. И очень много действительно ответвлений, различных конфессий, верований и тому подобного. И поэтому все хотят как-то больше, наверное, быть не похожим на остальных людей, не похожим на какое-то сообщество. Даже больше, наверное, к нему не принадлежать, а именно показать какую-то уникальность. Спасибо. Да, то есть, мы наблюдаем такое, может быть, культурное, общекультурное, ну или, во всяком случае, охватывающее очень большое количество людей, явление как индивидуализм. Вот как вы к этому явлению относитесь вообще? Как вы его понимаете? Как бы вы его могли оценить, вот это явление, индивидуализм? Очень положительно. И возвращаясь к предыдущему вопросу, откуда появляется спасение «Я сам»? Ну, во-первых, пришел Иисус и это сказал. Он говорит именно о индивидуальном спасении, потому что то, что ты делаешь, это тебя и оправдывает, и спасает. Он научил молиться человеку. Ведь раньше, когда те же люди с Моисеем шли, им приходилось собираться в собраниях, там читали Писание, у каждого не было, у какого-то свитка, где они могли читать. То есть, чтобы что-то узнать о Боге, им приходилось идти в собрание, потом в храм, а сейчас каждый может это делать индивидуально. То есть, мне кажется, сам Иисус породил и понятие личности, и понятие, что ты можешь индивидуально к Нему обратиться и спастись. Я бы даже сказал больше, что некоторые пророки говорили о том, что сыны не будут отвечать за грехи отцов, да, и они говорили о том, что спасение — это твое дело. Но Иисус и говорил про церковь. Собирайтесь в собраниях, не оставляйте собрания своего. Иисус как раз говорил, чтобы мы были вместе, чтобы мы поддерживали друг друга, помогали, как бы развивали любовь. А любовь в единстве как бы с самим собой, она неплодотворна. Нужно уметь любить кого-то, а не просто себя, самого любимого. Он хотел, чтобы мы отдавали любовь, соответственно, даже находиться в сообществе, а не единоличном. Но между тем, это сообщество в современном мире само только требует для себя, чем для другого. Не всегда просто это мы в такую тенденцию внесли. Мы себя любим, соответственно, сообщество, кого любит, только себя. И мы, в принципе, люди социальные. Бог нам даровал любовь. Возлюби ближнего своего как самого себя. Ты любишь себя, у тебя много любви. И что ты должен делать? Ей, соответственно, делиться. И это нормально, это здраво, что мы должны делиться именно своей любовью с сообществом. И вот тогда будет это единство и внутри самим собой, и внутри единства сообщества самого. Спасибо большое. То есть я так понял, что некоторые индивидуализм оценивают с положительной точки зрения, положительными категориями. Некоторые говорят, что это всё-таки нездоровое веяние времени. Так? Я понял правильно? Не совсем. Индивидуализм просто должен немножко в другом проявляться. В какой-то самореализации себя, а не в веровании. То есть есть просто какое-то классическое, так скажем, то, что мы верим в Христа, то, что там кто-то верит в Бога, ну, в общем, кто во что верит. И этому, так говорю, принадлежит сообщество. И здесь, если ты будешь какой-то индивидуальностью что-то показывать, ну, зачем? Вот смысл. Поэтому индивидуальность, она, мне кажется, должна проявляться немножечко в чём-то другом. Ты можешь как-то определённым образом, так скажем, служить это как-то так по-своему, но не выделяться, так скажем, из вот этой вот колени. Интересный момент. То есть, получается, вот о чём говорил апостол Павел, да, когда он говорил, что дух один, а дары различные. И он говорил, что твоя индивидуальность, ну, по сути его слова, да, она может выразиться в твоём служении, в твоём таком индивидуальном служении для церкви, для общества, да, получается так? Да, да, то есть именно вот в даре, так скажем, а не в то, что ты веришь. Автономное, что ты автономное, да? Да. Спасибо. Вот Андрей ещё хотелось. В ходе развития истории мы можем заметить такой факт, историография это доказала, что индивидуализм как явление возможен только при наличии конкуренции. То есть, когда человек может конкурировать с человеком или компания может с компанией конкурировать, возникает такое явление, как индивидуализм. То есть один индивидуализируется от другого. Интересно. А как это применимо к нашей сегодня теме? Я хотел задать тот же вопрос. Интересно. Мне кажется, что это применимо так, что да, Бог соберёт свой народ, да, Он спасает своих людей, да, на небесах будет не один, не два человека, их будет больше, но спасается каждый человек согласно тому, что Он делал в своей жизни, один, независимо от других людей. Да, проявил ли ты свой дар, так скажем, в служении и во благо своего спасения, наверное, да, проявил ли ты индивидуальность? То есть, ну, у нас же там... То есть, если я буду что-то делать, я спасусь, да, что-то хорошее? Нет, нет, не то, что ты обязательно должен что-то делать, во благо там своего спасения. Просто проявлял ли ты себя как личность? То есть, Бог тебя не просто так создал. Просто что ты собой представляешь сам, лично. Спасибо. Я вот по роду своей деятельности... Может быть, конечно, это очень такой отдалённый и не совсем похожий на область наших размышлений пример, но я его всё-таки приведу, потому что он неким образом намекает, мне кажется. Вот когда организовывают молодёжное собрание большое, да, там летом собираются люди, и нужно организовать питание, нужно организовать материал, чтобы у них всё было, там, инвентарь закупить и так далее, то получается интересная такая вещь. Чем больше людей, тем всё становится дешевле в этом плане, тем больше возможностей появляется. Хотя как бы нужно накормить каждого точно таким же количеством пищи, да. В принципе, такие же расходы. Но когда людей становится больше, то намного больше появляется и финансовых возможностей. Ты можешь больше материала купить, ты можешь спикеров каких-то пригласить, да, платить им дорогу, там, и так далее. Ну, то есть появляется больше возможностей. Вот это такая интересная мысль, которая мне напоминает чем-то церковь. Чем, так скажем, больше это сообщество людей, да, тем больше у них появляются возможностей и для того, чтобы проявить также свою индивидуальность, также послужить Богу и поддержать друг друга, например, для того, чтобы действительно оставаться вот в этом векторе ко спасению. Давайте мы с вами откроем Писание и посмотрим вообще, что оно говорит нам о церкви, для чего Бог создал эту церковь. Может быть, это было как бы временное установление. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стихи. Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих. Ну и по порядочку. Матфея 28, 19-20. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их, соблюдайте все, что Я повелевал вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Спасибо большое. Эти тексты многим христианам знакомы, даже многие знают наизусть. И они говорят о том, что Иисус Христос оставляет какую-то миссию для своих учеников, для своей вновь образованной церкви. То есть церковь, она существует для того, чтобы выполнять какую-то миссию. Следующий текст Ефесянам, 4, 11-12. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Спасибо большое. Здесь говорится о созидании какого-то тела. О чем это идет речь? В Библии говорилось, что тело – это церковь, а Он как голова. То есть Иисус Христос как голова, а мы члены этого тела. То есть мы выполняем Его поручения, как бы наставления. То есть мы действуем от Его направления, что ли. Спасибо. То есть получается, что Бог себя с церковью очень сильно связывает, и используется такой образ тела, чтобы человеку было очень понятно, что Бог со своей церковью, Он органически связан. То есть нельзя голову отрубить от тела, чтобы тело осталось живо, так скажем, или голова. Это как неразделимые вещи. Вот эту идею здесь подчеркивает апостол Павел. Давайте посмотрим далее. Матфея, 10 глава, с 5 по 8 стихи. Что сказано там? То есть здесь мы увидели из первых текстов о том, что есть миссия у церкви. Второй момент – мы должны созидать эту церковь, назидать тех людей, которые там есть. И третья. Матфея, 10 глава, с 5 стиха. Стих 12 послал Иисус, заповедовал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипаче погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизил Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Спасибо. Здесь мы видим два тоже таких направления. Здесь сказано вновь о миссии. И второй момент, о чем сказано, что церковь должна делать? Помогать, мягко говоря. Заботиться о нуждающихся. Здесь сказано «исцеляйте больных». То есть забота о нуждающихся. И последний момент, евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Спасибо. Что этот текст нам сообщает, о чем? «Не оставлять церковь и ходить туда. Поддерживать тех, кто рядом с нами там». И прославлять Бога, да? То есть это еще один момент, который очень важен и должен быть присущим церкви. Церковь должна прославлять Бога, поддерживать друг друга. И Павел описывает жизнь верующего человека, как жизнь во Христе. В Библии он использует такой оборот. Он говорит «жизнь во Христе». Как это мы можем понять? Жизнь во Христе. Как вы понимаете эту фразу? Ну, наверное, эта фраза значит, что ты должен жить, как Христос, следуя его принципам. Спасибо. Еще? Означает ли это, что мы должны полностью подражать Ему? Ведь мы все индивидуальны. Мы индивидуальны. И я считаю, что Христос живет, здесь имеется в виду, наверное, внутри тебя. То есть если ты наполнен главной мыслью, так скажем, если Он как глава говорит нам, что мы должны идти служить, заботиться, то мы должны этому следовать. Если мы этому следуем, значит, мы живем во Христе. Это не значит, что мы так. Ну, если Он говорит только заботиться, значит, я только заботюсь. А у меня, к примеру, дар в поддержке. И вот здесь прояви свою индивидуальность, поддержи. Не обязательно строго следовать тому, что нужно обязательно заботиться, или лечить больных. А я умею делать другое. То есть я следую тому, что сказал Бог, но в то же самое время я это делаю так, ну, согласно своему дару. Спасибо большое. Спасибо. Я немножко про другое хотела добавить. То, что не в действиях, а во внутреннем составляющем. То есть когда мы узнаем о Христе, то мы влюбляемся в Его природу в основном. Ну, как бы очаровываемся тем, что каков Христос. То есть как Он относится к человеку, как Он относится к тому, что сотворил, на что Он пошел ради людей. То есть и мы хотим не просто делать то, что Он нам говорит, а то, что хотим быть похожим на Него. То есть быть не то, что подражать там как-то. Да, в Библии есть такие тексты подражать. Когда ты любишь кого-то, ты это автоматически как бы перенимаешь. Вот если люди живут вместе долго друг с другом, то они очень похожи становятся по характеру даже. И с Кадамия человек все равно приобретает какие-то качества, которые у Христа. Допустим, если ты понимаешь и любишь милосердие в Христе, то ты со временем будешь милосерден, если ты вначале, допустим, был не таким. То есть именно черты характера приобретаются. Ну, такие же, как у Христа. Спасибо. В Новом Завете, ну, церковь, это мы знаем уже перевод, да, как бы на русский язык, а вообще там сказано собрание, сообщество. И то слово, которое переводят как церковь сегодня, оно означает сообщество, собрание. И оно применялось, в принципе, к любому собранию. Будь то собрание по случаю суда, будь то собрание по случаю, ну, скажем, грубо, дня рождения, да. То есть это любое собрание. Чем отличается собрание церковное от всех остальных в Новом Завете? Как Писание выделяет ли это собрание каким-то особым образом или нет? Ну, церковное собрание, ну, оно собирается, и оно посвящено Богу. Ну, собрание на день рождения, ну, во-первых, происходит раз в год, и там люди, которые знакомы, и плюс, ну, как бы, они, ну, не готовятся к этому, скажем так, целый год. Когда мы идём в церковь, мы целую неделю, ну, как бы, у нас, ну, даже сделаны книги на то, что мы всю неделю, ну, как бы, настраивались и подготавливались к этому, во-первых. Во-вторых, это постоянно, ну, как бы, ну, это 24 на 7, это недея рождения, которое раз в год происходит. Это такое собрание, которое даже, когда ты вне собрания, ты всё ещё, ну, как бы, являешься частью этого собрания и наполняешь себя для того, чтобы прийти туда. Включительно со светской точки зрения церковное собрание — это собрание людей, имеющих статус верующих в обществе. То есть это собрание просто людей со статусом определённым. То есть не обязательно кто-то из них там должен быть верующий или что-то ещё. Спасибо. Я тоже скажу. Я хотела добавить, что в дни рождения обычно приглашают тех, кого любишь. Ну, или родственников там, да. А в церкви собираются люди очень разные. И даже те, которые, допустим, нам не нравятся. Ну, допустим, какие-то нехорошие люди приходят в церковь, и некоторые, ну, как бы, далеко неприятные личности бывают. Но все хотят быть с Богом. Мы все очень разные, и в церкви принимают любого человека. А не просто кого хотят, приглашают. Спасибо большое. Когда в Новом Завете речь заходит о церкви, об этом собрании, то всегда используется какое-то уточнение. Говорится, церковь моя, ну, собрание моё, да, если это Иисус Христос говорит, собрание по домам, собрание в том-то городе, вот, собрание, которое всегда нацелено на поклонение Богу, на решение вот таких вопросов веры. Всегда вот этим отличается собрание в Новом Завете от любого другого собрания, тем, что это собрание, оно посвящено Богу, если, так скажем, в генеральном плане выразиться. Это особое собрание. И есть такое понятие, как невидимая церковь. Наверняка слышали об этом. И обычно, как бы, считают людей, которые имеют какие-то, ну, отношения с Богом, да, или как-то узнали о Нём, и вот как-то они пытаются узнать Господа. Они вот составляют вот эту невидимую церковь. То есть они не приходят в организацию, они не поклоняются, но они в то же самое время ищут отношения с Богом. И кто-то говорит о том, что, ну, вот как бы невидимая церковь, индивидуальное поклонение, и поэтому всё нормально. Но на самом деле для таких людей в Писании есть призыв. И он говорит о том, чтобы они вышли из Вавилона и пришли в церковь. И об этом написано в книге «Откровения». Вы можете потом посмотреть. И 18 глава с 1 по 4 стих, и в Иоанна 10, 16 тоже можно найти этот призыв. То есть, когда ты встречаешься с Господом, когда ты хочешь жить, как говорится, во Христе, то это обязательно ведёт к тому, что ты придёшь в церковь, потому что церковь — это тело Иисуса Христа, это то, что Он назвал своим, да, это то, что Он отождествил с собой. Поэтому жить во Христе — это жить и в сообществе людей, которые поклоняются Богу тоже. Это даже можно сравнить с обычным таким явлением, как какой-то интерес. Если у меня есть интерес к чему-то, я стремлюсь к тем людям, которые тоже имеют такой интерес. Мне с ними хорошо, я с ними возрастаю, я с ними прогрессирую и так далее. И индивидуальность в таком случае проявляется лишь в том, что ты решаешь, ты будешь в этом обществе, ты будешь поклоняться, ты будешь жить во Христе, или ты эту возможность не используешь. Поэтому, конечно, решение, быть нам спасёнными или не быть, оно остаётся за нами индивидуальное. Но сам процесс спасения — это, конечно же, общество верующих людей. Потому что, как мы сказали, церковь имеет свою целью назидать, миссию совершать, заботиться о нуждающихся. И как нельзя лучше общество людей с ресурсами и возможностями для этого очень подходит, чем если человек попытается один всем этим заниматься. Но у него, скорее всего, ничего не получится. Не зря Иисус Христос нас приглашает вступить с Ним во взаимоотношения и быть частью Его тела. Тогда мы развиваемся, тогда мы идём вперёд. И наше спасение, оно становится более таким, не знаю, реальным и осязаемым, потому что мы уже начинаем вкушать плоды общения с теми людьми, с которыми мы потом будем в вечности. Спасибо большое за ваши мысли, за ваши размышления, идеи. Мне было очень приятно с вами обсудить эту тему. И я благодарю тех, кто был с нами сегодня. И если вы по какой-то причине думали, что спасение — это сугубо индивидуальное дело, то я приглашаю вас сегодня переосмыслить с открытым сердцем этот момент. Субтитры создавал DimaTorzok